В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Насущные вопросы и конструктивные ответы звучали на встрече депутата Ленинского городского округа с жителями дома номер 4 по советскому проезду. Скоро нам поставят новую площадку детскую, которую мы очень ждем. Промиле в норме. На дорогах муниципалитета прошел профилактический рейд «нетрезвый водитель». Водители стали более ответственно подходить к данному виду правонарушений. Свежие продукты и широкий ассортимент на ярмарке у кинотеатра «Искра» неизменно привлекает большое число покупателей. Хорошие скидки делаем, идем на встречу. 6 августа прошла встреча депутата Совета депутатов Ленинского городского округа с жителями дома номер 4 по советскому проезду. На собрании все желающие смогли задать волнующие их вопросы. Детали у Натальи Буслаевой. Как рассказал инициатор встречи депутат Совета депутатов Павел Русаков, перед собранием с жителями дома номер 4 по советскому проезду, был составлен план с перечнем основных вопросов волнующих людей. На встречу пригласили начальника территориального отдела Центральный Светлану Степину и заместителя генерального директора управляющей компании ДЭС номер 6 Евгения Ускова. Основные проблемы касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Я спрашивал по квартирных тепловых счетчиков. Мы бы на весь дом как-то заказали, все бы сделали, потому что это же экономия получается на теплоэнергии. В вашем доме не устанавливались индивидуальные приборы учета, ни на квартирах, ни в нежилых помещениях их не было. Поэтому у вас идет по площади УДН и квартирная. Если вы на общем собрании примете решение установки индивидуальных приборов учета, ну, конечно, мы будем не против, потому что это и вам, экономия, и всем. Также жильцы жалуются на запах из мусоропровода. Евгений Усков пояснил, что в доме на последнем этаже установлены озонаторы, которые уничтожают все бактерии. Заместитель генерального директора управляющей компании ДЭС-6 пообещал, что меры по обработке будут усилены. Не все жильцы, к сожалению, соблюдают также нормы по выбросу мусора. Многие выкидывают пищевые отходы, которые жидкие и так далее. Это создает определенные запахи. Хотя мусоропроводы моются. Есть специальная установка, она под давлением крутится и моет мусоропроводы. Еще одна проблема – с напором холодной воды на верхних этажах. Представители управляющей компании приняли заявки, которые будут рассмотрены в ближайшее время. Помимо этого вопроса жительницу 17 этажа Диану Имаеву волнует вопрос безопасности в подъезде. У меня последний этаж и постоянно гости, ненужные гости. Это меня вынудило поставить видеонаблюдение даже в какой-то момент, которое мне уже несколько раз выручало. Потому что реально какой-то наркоман по виду ломится в дверь в 5 утра. Представляете себе, ручку дергает. Скоро во дворе дома будет строительство новой двухуровневой детской площадки. В игровом комплексе сделают прорезиненное покрытие, огород для малышей, зону для подростков. Проект разрабатывался совместно с жителями. Скоро нам поставят новую площадку детскую, которую мы очень ждем. Потому что, как видите, дети гуляют на этом строительном песке. Это очень некомфортно и родителям, и детям. Поэтому мы очень ждем, что по инициативному бюджетированию нам скоро построят суперскую новую площадку. Также жители предложили организовать пространство для хранения велосипедов и поставить лавочки у подъездов. Я не увидел никаких сложностей, не увидел никакого, скажем так, отсутствия взаимопонимания между представителями управляющей компании и жителями. То есть все находятся в состоянии рапортного диалога, то есть никто ни на кого, никакой агрессии, никакой критики, ни обосновы нет. Поэтому я считаю, что встреча прошла великолепно, и дай бог такие встречи почаще и со всеми проводить. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. Вместо фонтанов болото и мусорная свалка, а там, где были детские площадки, лишь старое резиновое покрытие. Жители домов по Березовой и Ольховой улицам обратились к нам в редакцию за помощью. Придомовую территорию, утверждают они, запустила управляющая компания. Разбиралась ситуация наш корреспондент Екатерина Борисова. Шестой микрорайон, улица Березовая, дом 3. По задумке застройщика, здесь должна была раскинуться красивая зона отдыха с фонтаном посередине. На деле же вышло совсем не так радужно. Фонтан давно вообще у вас не работает? Я не знаю. Год, наверное, точно не работает. Год не работает. Да, и в таком состоянии, вот, грязь там, да? Ну, я не помню его в нормальном состоянии. Тут и мертвые голуби валялись, дети игрались, заходили, и никому ничего вообще, никто ничего не делал. Местные жители утверждают, за фонтаном никогда особенно и не ухаживали. Он то работал, то не работал, чистили его крайне редко. Но в последний год ситуация усугубилась. Сейчас это просто мусорная свалка с водой, гниющий, распространяющий, запах неприятный. Ну, конечно, это портит общий вид района, замечательное место, очень ухоженные клумбы, много, вообще, хочется сказать, и хорошего. Но фонтан, скажем так, он сейчас просто портит общий вид, и если бы его здесь вообще, в принципе, не было, наверное, для всех было бы лучше. А вот местные детвора, уверяет, фонтан на самом деле чистят в его нынешнем состоянии, и виноваты сами жители. Его чистили позавчера, то есть доставали камни, но потом их опять закидывали. То есть, ну, их доставали, это рабочие, которые ухаживают за фонтанами, они доставали, ложили все сюда, то есть камни в эти... И потом оттуда доставали пацаны, мальчики, и кидали, то есть кидались камнями. Похожая проблема и с фонтаном у девятой школы, только здесь и воды тоже давно нет, как и детских площадок. Как бы клумба, которая после дождя превращается в болото, и дети в ней лазают, и там просто тоже ничего не убрано, и кому обращаться пока тоже непонятно, кто за это отвечает. Жители винят в происходящем местную управляющую компанию, которая запустила территорию. Компания называется Лин Инвест, уже который год происходит непонятно что с детскими площадками. Тут тоже раньше стояли все в детских площадках, но была уже просто разруха, наверное, их несли в целях того, что дети могли убиваться. Про фонтаны это вообще отдельная история, то есть здесь грязь, здесь дети купаются в грязи, валяются, то есть ну уже как бы даже... Мы уже не рассчитываем, что что-то будет, но надеемся, что что-то изменится. Потеряв всякую надежду на диалог с управляющей компанией, местные жители начали писать жалобы на добродел. И очень надеются, что в их уютном микрорайоне совсем скоро дети снова смогут гулять безопасно. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Лидное ТВ. За первое полугодие на территории Московской области было зарегистрировано более двух тысяч ДТП, из которых 251 дорожная авария произошла по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. Для выявления нарушителей и информирования населения в Ленинском округе был проведен рейд «нетрезвый водитель». Внимание! Проводится массовая проверка автомобилей, гласит надпись на табличке, установленной на пересечении улицы Центральная и автодороги Измайлово-МКАД. В конце июля в Московской области стартовал социальный раунд «Трезвый водитель», в рамках которого сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому району провели очередной рейд. Экипажи ДПС останавливали автомобили и в первую очередь по внешним признакам оценивали состояние водителей, проверяли документы и давали листовку с призывом не садиться в машину в состоянии опьянения. Рейд «нетрезвый водитель» проходил в течение двух часов. За это время сотрудниками ОГИ БДД было проверено 85 водителей. Нарушений выявлено. Не было. В счет проводимых оперативно-профилактических мероприятий «нетрезвый водитель», слава богу, выявлено не было. За последнее время. То есть водители стали более ответственно подходить к данному виду правонарушений. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Такое же наказание предусмотрено и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В случае повторного нарушения водитель несет уже уголовную ответственность. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В «Видном» у кинотеатра «Искра» открылась традиционная ярмарка. Раз от раза ассортимент представленных на ней продуктов и товаров растет. Почему многие видновчане дают предпочтение не магазинам, а ярмарки, узнал наш корреспондент Максим Козлов. Каждый выходной открывается более 60 ярмарок по всему Подмосковью, но в «Видном» ситуация иная. Здесь торговые ряды у кинотеатра «Искра» стоят и в будни. Несмотря на то, что большинство местных жителей на работе и в середине дня здесь довольно людно. Традиция устраивать ярмарки на центральных улицах существует во многих городах. Недаром видновчане предпочитают делать покупки именно здесь. Рецепт популярности прост. Свежие продукты, качественные товары и низкие цены. Ярмарка «Уискры» состоит из двух больших отделов. В одних торговых рядах продают товары, в других – продукты питания. Если, отправляясь за покупками в магазин, частенько необходимо иметь круглую сумму, то здесь цены куда демократичнее. При этом продавцы держат руку на пульсе современных тенденций. Прежде чем что-то купить, мы просматриваем журналы, что сейчас модно. Потому что все-таки хочется одеть наших женщин, чтобы они были красивые, стильные и моложе выглядели. Особое очарование каждой ярмарки в том, что здесь рядом с прилавками с одеждой можно встретить книги, игрушки, посуду и украшения. Почти у каждого продавца постоянные клиенты и отношение к каждому особое. Хорошие скидки делаем, идем навстречу. Все, которые купили, девчата приходят по нескольку раз еще. Мы уже второй у вас раз, и все уже постоянные клиенты есть. Так что ждем новых покупателей. Есть ручная работа, есть заводские работы, есть камушки индийские, изделия с камнями. О каждом камне можем отдельно рассказать для каждой. Царит оживление в продуктовых рядах. Здесь представлены продукты, овощи и фрукты, как с подмосковных фермерских хозяйств, так и из других российских регионов. Почти в каждом городе нашей страны есть свои секреты приготовления тех или иных продуктов. А здесь, на ярмарке, можно в буквальном смысле попробовать все самое вкусное. У нас разный ассортимент. Есть белорусская продукция, есть рязанская, есть ростовская, владимирская, тамбовская. Разные производители. У нас есть очень вкусная колбаса, допустим, на вишневые ветки. При копчении прибавляются вишневые ветки. Такой вкус непредсказуемый. Ее нужно только пробовать. Продавцы овощей, фруктов и ягод Анжелы и Мария приезжают на ярмарку из Тамбова. Для продажи весь товар отбирают личные критериев, по которым яблоки или помидоры попадают к ним на прилавок великое множество. Кроме того, большинство продуктов, которыми они торгуют, собственного фермерского хозяйства. Наша картошка, огурцы, грибочки, все эти ягоды наши, что мы сейчас не успеем продать, все замораживаем и зимой продаем заморожен. Все мы знаем, как дети неохотно ходят по торговым рядам. Этой проблемы у вас на ярмарке не будет. Рядом с кинотеатром «Искра» расположена детская площадка, где маленькие непоседы смогут занять себя, пока родители делают покупки. Приходите на ярмарку, порадуйте себя. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В муниципалитете в разгаре детская летняя здоровительная программа. Открыты многочисленные лагеря дневного пребывания на базе детских садов и школ города. Дружно и весело проводят лето и ученики в Видновской прогимназии. Различные занятия проводятся не только в стенах учебного заведения, но и на свежем воздухе. Два раза в неделю для ребят устраивают выездные программы. Сегодня они в Центральном парке Видного. Погода чудесная, настроение отличное. И почему бы не потанцевать под зажигательные ритмы? Развлекательная программа разнообразна. Мальчишки и девчонки не только танцуют, но и поют. Участвуют в веселых конкурсах. А еще мастерят сувениры своими руками. Хотелось встретиться с друзьями, познакомиться с новыми и раскрывать, делать больше круг своего общения. Не очень хочется сейчас дома оставаться. Хочется идти в лагерь, играть с друзьями на улице. Сейчас в лагере Бригантина 30 человек, которые пусть и проводят лето в городе, но делают это весело и дружно. И воспоминания наверняка останутся надолго. Здесь дети получают массу удовольствия. У них масса мероприятий проходит. В четверг еще познавательная игра проводится для них. Так дети довольны, никто не жалуется. Рады приходить в наш лагерь. Все с удовольствием ходят. Ждут в Центральном парке Видного не только детей из лагеря, но и всех желающих. Дважды в неделю, по вторникам и четвергам, сотрудники районного Центра культуры и досуга устраивают здесь мастер-классы. Мы проводим мастер-классы по вокалу. Мастер-классы у нас такая зажигательная зарядка. Уже детям нужны силы, чтобы все это делать. И у нас на 7 мая Наталья проводит мастер-классы по оригами. И также у нас проводятся мастер-классы по ИЗО. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»